Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации? Расстались с мужчиной, прошло пару месяцев, сейчас планируется поездка в его город. Стоит ли ему написать о встрече? С одной стороны, она ни к чему не приведёт, общение не поддерживало это время. С другой стороны, это выглядит как бег за мужчиной, я не знаю о его личной жизни, боюсь отказа, но мне так. Хочется его увидеть. Ну, смотрите, здесь, вот с точки зрения психологии, да, здесь в первую очередь нужно обратить внимание на ваш страх отказа. Вот, потому что именно страх отказа в данном случае является одним из, ну вот, сдерживающих факторов, вот, который вам, собственно, мешает, который вас, собственно говоря, как-то, ну, сбивает вас, вот, который, эти факторы, этот фактор, точнее, Он не позволяет вам, в общем-то, свободно, свободно себя проявлять, вот, свободно себя выражать, к сожалению, и, в общем-то, на мой взгляд, это, ну, в целом, в целом это очень мешает. Вот, кроме того, страх отказа подразумевает, что вы в этом смысле, значит, ну, больше нацелены на себя и на решение, ну, на решение какой-то ошибки. Своей проблематике, нежели чем направленность на мужчину. Вот, и, и, соответственно, вы будете, в общем-то, в этой ситуации, скорее всего, как-то зависимым. Потому что здесь, получается, оказывается замешана ваша, ну, самооценка, например. Здесь оказывается замешана ваша уверенность в себе, судя по тому, что, судя по тому, что я могу видеть и видеть, здесь оказывается замешано чувство собственной ценности. То есть, ну, вы же, вот, почему-то боитесь, боитесь отказа, да? То есть, как бы, вам страшно, что вам откажут. И, вот, на мой взгляд, очень важно постараться увидеть, в чем же заключается страх отказа. То есть, что такого, ну, что такого страшного будет, если он, если он вам откажет, что такого страшного произойдет. Вот, вот, это совершенно не означает того, что он обязательно должен вам отказывать, вот. А, совершенно, совершенно не, не, эээ, совершенно не обязательно это означает, что вам должны отказать. Но, тем не менее, тем не менее, вот, разобраться в себе и как-то посмотреть, да, отчего же я так вот боюсь, да, и... Как я воспрямую его отказ, да, это очень важно. Следующий момент, на который хочется обратить внимание, это то, что вы хотите, вы хотите поступить правильно в ситуации, где нет правильных, в принципе. Эм... Где нет правильных поступков, потому что вы расстались, судя по всему, расстались не очень хорошо. Потом никто из вас общение не поддерживал. Ну, ну, вот, ну, возможно, вероятно, да, там, контакт не вы, не он. Ну, вот, и, соответственно, вы, а вы чувствуете, эм... Вы чувствуете, что хотите его увидеть. Вот. То есть, в этой ситуации нет правильных решений. В этой ситуации может быть только одна история, эта история касается именно того, что вы хотите. То есть, если вы говорите, что хотите его увидеть, то вам нужно разобраться в себе, что именно для вас, чем именно для вас важно, важна возможность его увидеть. Вот, и как это вот, ну, как это повлияет, может быть, на вас, если вы его увидите. Вот. На самом деле выглядит это так, что либо вы не полностью завершили с человеком отношения, то есть, ну, просто не завершили. С ним контакт, не завершили с ним общение. Вот. Вот. Это либо такой момент, либо это то, что вы хотите что-то компенсировать за счет этих встреч. Вот. То есть, тут есть различные варианты и, вот, как мне кажется, вам нужно сначала в себе разобраться. Вот. А то ведь, ну, согласитесь, странно получается, что столько времени, например, вы, ну, не давали знать о себе, значит, человеку, да, вот, столько времени вы о себе не напоминали, не показывали ему, что, ну, что хотите его увидеть. Вот. Наверное, предполагаю, что он сам как-то вот, да, должен догадаться. Вот. Передали инициативу от него. А сейчас, когда вам, ну, в принципе, вот, когда вы едете в его город, да, то вы, как бы, и уйти хотите. То есть, опять же, здесь, как бы, история, ну, про то, что, вот, вы не берете на себя ответственность за свои желания. Возможно, именно потому, что, эээ, небегомца в них разобрались, а может быть, потому, что, ну, как-то, вот, в глубине души, может быть, знаете, что, эээ, что речь идет немножко о другом, да. Вот. Вы как, ну, может быть, вы как-то знаете о том, что речь идет все-таки немножко о другом. вот, что, ну, на самом деле вы, там, грубо говоря, хотите чего-то, ну, чего-то другого. Так вот, дальше. Вот, хочется вас, значит, спросить. спросить, как вы приходите к тому, чтобы стремиться поступить правильно там, где замешаны чувства, да, но имеется ввиду ваши чувства, то есть как это проявит, ну как это работает, как это работает у вас, да, тоже очень интересный момент, потому что, ну, желание поступить правильно там, где вопрос касается личных, так скажем, эмоций личных, так скажем, переживаний и прочего, да, это вот история про, ну, я бы сказал про страх какой-то, вот, страха, открыть страх, проявить себя и так далее, вот, что еще важно, это, конечно же, расставание, ну, причина расставания, из-за чего вы расстались, да, потому что это, ну, в целом может оказывать существенное влияние на и на вас, и на то, как человек к вам относится, и на то, как вы сами, значит, к человеку относитесь, и как вы его воспринимаете тоже. То есть, иными словами, если у вас остались какие-то обиды на него, допустим, вот, то, само собой, с этим нужно поработать, вот, потому что обиды будут вам мешать, и будет вам мешать очень сильно. Именно в силу того, что, вот, э, ну, э, э, получится, получится такая история, что это будет искажением. э, искажений именно, э, 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 образа. Его образ для вас. И ваш образ для него. Тоже будет, к сожалению, скажем. Вот. Поэтому как-то вот и хочется немножечко вас, так сказать, предостречь от таких решений. Вот. Предостречь вас от таких действий. И всё же, всё же вначале подумать о себе и разобраться в себе. Вот. То есть как бы расставание – это травма. Если вы начнёте новое общение, значит, ну вот как-то с травмой, да? Вот. То, ну само собой, вот, как-то, ну ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. То есть решать, конечно, вам. Ну, безусловно. Решаете вы. Вот. Как действовать, да? Как себя вести и прочее, прочее. Вот. Но я только вот надеюсь на то, что вы, ну, как-то вот немножко так, может быть, подумаете, да, немножко о себе и подумаете о том, чтобы вот… сделать всё вот максимально, ну, максимально для себя, скажем так, ну, качественно, да, вот, чтобы сделать для себя всё максимально гуманно. Вот. Именно, 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 именно вот для себя, то есть именно вот, ну, как-то вот ради, ну, ради, ради себя это сделать. Вот. И я думаю, что тогда вот как раз у вас будет действительно, ну, действительно возможность ситуацию, значит, максимально эффективно повернуть. Для себя, если это возможно. То есть, ну, понятно, да, что может быть такая, может быть вполне такая ситуация, что человек, человек действительно вам откажет. Вот. А, с вами взаимодействовать. Вот. Вот. Это неприятно, больно, но, да, вот. На самом деле, такое, такое может быть. Вот. И опять же, чтобы вы лучше это встретили, да, нужно вот… немножечко больше опираться на себя. Сейчас, на мой взгляд, этого не происходит. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.